Добрый день, уважаемые студенты, магистранты, преподаватели и наши возможные слушатели. Сегодня, 28 февраля 2022 года, весь филологический мир отмечает 100-летний юбилей всемирно известного ученого Юрия Михайловича Лотмана. В этот юбилейный год под агидой ЮНЕСКО уже запланирована и реализована часть мероприятий, которые связаны с научной и культурной деятельностью Юрия Михайловича. И центром всех этих мероприятий стал город Тарту в Эстонии. И не только сегодня, но и ряд мероприятий будет продолжаться в течение всего юбилейного года Лотмана. И сегодня как раз начинается международный конгресс, который называется «Семья сфера Лотмана», который будет посвящен пространству неожиданных и вдохновляющих диалогов. Мы тоже со своей стороны в нашем университете для образовательной программы «Русский язык и литература» проводим внутривузовский семинар, посвященный 100-летию человеком, который действительно внес потрясающий вклад в развитие ряда гуманитарных наук. Очень нелегко ответить на вопрос, кем был Юрий Михайлович Лотман. Кто он – филолог или историк, или искусствовед, или культуролог, или философ, или семиотик. Его творческое наследие чрезвычайно обширно и насчитывает порядка 800 научных и научно-популярных статей и книг. Как и многим выдающимся ученым, Юрию Михайловичу Лотману было трудно оставаться в рамках одной научной дисциплины. Его исследования были посвящены не только литературе XVIII и XIX веков, но и истории русско-общественной мысли, теории искусства, культурологии. Бесценным вкладом в отечественную науку является применение сложных теоретических идей при анализе разнообразного материала мировой культуры. Интересы внимания к научным идеям Юрия Михайловича Лотмана давно перешагнули границы русскоговорящего пространства. Большинство его произведений опубликовано и на иностранных языках. Свидетельством огромного интереса к системе идеи Лотмана является и то, что ему первому из современных отечественных гуманитариях посвящена обширная специальная монография, которая выпущена издательством Университета Оксфорда. Кто есть интеллигент по Юрию Лотману? Умный, начитанный, благородный индивид. Тот, кто готов понять другого его мысли и взгляды. Не ругать огульно, не проклинать истошно, как это часто случается в наше время. Иными словами, не демонстрировать вопиющую антиинтеллигентность. Литература и жизнь для Лотмана одно и целое. Он видел, как слово влияло на людские судьбы, преклонялся перед литераторами, противостоящими вторжению в их умственные владения, храбро отбивавшими атаки на редуты их мировосприятия. Таким был и сам Юрий Михайлович Лотман. Он отмечал, что жизнь нам надо в человеческом мире, который накладывает на нас муки выбора, неизбежность ошибок, величайшую ответственность, но зато дает и совесть, и гениальность, и все то, что делает человека человеком. Юрий Лотман был одним из основателей Тартуско-Московской семиотической школы. Он пытался совместить математику, лингвистику, выявить в культуре универсальный код. Его усилия во время его творчества не нашли понимания у коллег. Школа распалась, но оставила после себя долгую память. И, пожалуй, самое поразительное было обилие блистательных умов, так отмечал Юрий Михайлович. Постфактум разбирать, кто сделал, больше бессмысленным. Другое дело, что заложенный общими усилиями потенциал еще не исчерпан. Написанное Лотманом при всей сложности, стоящей перед ним задачи, не густые заумные дебри, сквозь которые трудно пробраться, мысленно не оцарапавшись, но логичные и доступные многим тексты. Популяризация – трудный жанр, утверждал Юрий Михайлович. Очень сложно упростить тип разговора, не упрощая содержание. Ломоносов однажды заметил – ясно говорят, когда ясно понимают. С массовым читателем может говорить только очень квалифицированный автор. В последние годы своей жизни Юрий Михайлович Лотман был свободен от запретов и ограничений. Он объездил множество стран, стал ученым общемирового уровня, и он всегда был жаден до всего сущего в плане познания. Он занимался не только литературой, но и историей, журналистикой, культурологией, интересовался театром, бытом, живописью и кино. Из-под его пера вышли сотни научных и научно-популярных статей и книг. Он как бы во всеуслышание вопрошал – и так, чему же учатся люди? И сам же давал ответ – люди учатся знанию, люди учатся памяти, люди учатся совести. Это три предмета, которые необходимы в любой школе и которые вобрало в себя искусство. А искусство – это по сути своей книга памяти и совести. Нам надо только научиться читать эту книгу. Уважаемые наши слушатели, мы сегодня также вспоминаем тот вклад, который Юрий Михайлович Лотман внес в филологию, в литературоведение, в семиотику. И ни один студент, который обучается на образовательной программе «Русский язык и литература» не сможет обойтись при своем получении образования без трудов Лотмана. И мы надеемся на то, что материалы нашего семинара станут и после этого юбилея одним из тех самых оснований для знакомства с биографией потрясающего ученого, потрясающего человека, который действительно внес огромный вклад в развитие отечественной филологии. А сейчас спасибо за внимание.